Формулы алгебры высказываний используют для конструирования сложных высказываний, с помощью логических операций, рассмотренных в предыдущем параграфе, из простейших высказываний можно строить высказывания более сложные. Например, из второго, третьего и седьмого высказываний можно построить такое высказывание, если Саратов находится на берегу Невы и все люди смертны, то Пушкин – великий русский математик. Построенное высказывание символически записывается так. Конечно, оно звучит несколько странно, поскольку соединяет в себе столь разнородные понятия, которые обычно существуют раздельно друг от друга. Но нас, еще раз подчеркиваем, интересует не содержание этого высказывания, а его логическое значение. Оно может быть определено, исходя из логических значений исходных высказываний и той схемы, по которой из исходных высказываний построено сложное высказывание, так как второе и седьмое ложно, а третье высказывание истинно, то, используя соотношение и определение выполняемых операций, находим, что, в целом высказывание истинно. Для конструирования данного сложного высказывания из простейших высказываний нужно применить операцию конъюнкции к первым двум высказываниям, а затем к полученному высказыванию и к третьему исходному высказыванию применить операцию импликации. Это словесное описание схемы конструирования данного сложного высказывания можно заменить описанием символическим. Здесь x, y и z это некоторые символы, переменные, вместо которых можно подставить любые конкретные высказывания. Такая схема конструирования составного высказывания может быть применена к различным конкретным высказываниям, а не только к приведенным в примере. По этой схеме из четвертого, восьмого и пятого высказываний построим высказывание «Если Сократ человек и снег белый, то семь меньше чем четыре». Находим его логическое значение равное нулю. Таким образом, та же самая схема построения составного высказывания привела к ложному высказыванию. Однако ввиду разнородности понятий, которыми оперируют исходные высказывания, трудно на интуитивной основе судить об истинности составного высказывания. По рассматриваемой схеме построено и следующее высказывание, если 100 делится на 5 и 100 делится на 2, то 100 делится на 10. Формальное вычисление логического значения данного высказывания показывает, что оно истинно, с чем вполне согласуются наши интуитивные представления об этом высказывании. Итак, символическая запись является своего рода формулой. Конечно, более привычны формулы типа формулы площади круга, формула потенциальной энергии тела и им подобные. Тем не менее верхнее выражение тоже можно считать формулой, формулой схемы конструирования составных высказываний из более простых. Это приводит нас к возникновению понятия формулы алгебры высказываний. В формулу вместо переменных можно подставлять конкретные высказывания, после чего вся формула будет превращаться в некоторое составное высказывание. Переменные, вместо которых можно подставлять высказывания, то есть переменные, пробегающие множество высказываний, называют пропозициональными переменными или высказывательными переменными или переменными высказываниями. Будем обозначать пропозициональные переменные заглавными буквами латинского алфавита или такими же буквами с индексами. Теперь дадим точное определение формулы алгебры высказываний. Каждая отдельно взятая пропозициональная переменная есть формула алгебры высказываний. Если f1 и f2 – формулы алгебры высказываний, то следующие выражения также являются формулами алгебры высказываний. Никаких других формул алгебры высказываний, кроме получающихся согласно пунктов 1 и 2, не существует. Определения такого типа называются индуктивными, в них имеются прямые пункты, в данном случае 1 и 2, где задаются объекты, которые в дальнейшем именуются определяемым термином, в данном случае – формулами алгебры высказываний, и косвенный пункт, в данном случае 3, в котором говорится, что такие объекты исчерпываются объектами, заданными в прямых пунктах. Среди прямых пунктов имеются базисные пункты, в данном случае это первый пункт, где указываются некоторые конкретные объекты, именуемые в дальнейшем определяемым термином, и индуктивные пункты, в данном случае второй, где даются правила получения определяемых объектов, в частности из объектов, перечисленных в базисных пунктах. В текущем контексте формулы алгебры высказываний будем называть просто формулами. Есть и другие названия для понятия формулы, правильно построенная формула или правильно построенное выражение, но они представляются менее предпочтительными. Само определение формулы, носящие индуктивный характер, на первых порах кажется непривычным, определения такого типа вам ранее не встречались, лучшее понимание этого определения наступит, когда вы научитесь применять его для определения того, является или не является формулой последовательность символов, слово, составленное из пропозициональных переменных, символов логических операций и скобок. К этому полезно добавить следующее. Для каждой формулы должна существовать конечная последовательность всех ее подформул, то есть такая конечная последовательность, которая начинается с входящих в данную формулу пропозициональных переменных, заканчивается самой этой формулой, и каждый член этой последовательности не являющийся пропозициональной переменной. Есть либо отрицание уже имеющегося члена этой последовательности, либо получается из двух уже имеющихся членов этой последовательности их соединением с помощью одного из специальных знаков с заключением полученного выражения в скобке. Такую последовательность всех подформул данной формулы иногда называют порождающей последовательностью для данной формулы. Наличие такой последовательности у логического выражения служит критерием того, что выражение является формулой, это свойство отличает формулы. Приведем примеры формул. На основании первого пункта определения формулами будут пропозициональные переменные. Далее на основании второго пункта того же определения из этих формул построим новые. Из построенных формул также на основании второго пункта строим еще более сложные формулы. Ясно, что процесс построения все более сложных формул может продолжаться безгранично. Приведем примеры выражений, не являющихся формулами Это в каком-то смысле нелепые выражения К примеру, первое выражение было бы формулой на основании второго пункта определения, если бы содержало связку в первых скобках В выражении есть пропозициональная переменная и потому на основании первого пункта определения она является формулой Рассмотрим выражение, состоящее из двух пропозициональных переменных в скобках Оно было бы формулой, если бы между формулами в скобках стоял один из знаков логических связок Но такого знака нет Следовательно, под выражение не формула, и исходное первое выражение формулой также не является Таким образом, индуктивный характер определения дает возможность эффективно решать для каждого выражения, является оно формулой алгебры высказывания или нет Вот еще примеры выражений не являющихся формулами, убедитесь в этом самостоятельно То, что последнее выражение не является формулой, может сначала вызвать недоумение Но после сопоставления его со вторым пунктом определения отмечаем, что в последнем выражении недостает внешних скобок для того, чтобы считать его формулой Действительно, если бы мы сочли данное выражение формулой, то на основании второго пункта формулой было бы и выражение без скобок Но оно бессмысленно, потому что неопределенно, неизвестно какую операцию нужно выполнять первой, импликациав или эквивалентность А от этого, как можно проверить, будет зависеть логическое значение составного высказывания, получающегося из последнего выражения Если его превратить в формулу указанием последовательности действий и придать пропозициональным переменным конкретные значения, высказывания Если бы в исходном выражении стояли внешние скобки, то есть если бы оно было формулой, то проделанное выше построение привело бы к формуле Итак, требование внешних скобок у формулы не является излишним формализмом Тем не менее, внешние скобки придают формуле громоздкости Если данная формула не входит составной частью в более сложную формулу, не несут никакой информации и смысловой нагрузки Поэтому внешние скобки в окончательно записанной формуле договариваются опускать Например, формулу со скобками будем записывать в кратком виде без скобок Но если данная формула должна будет войти составной частью в более сложную формулу, то сначала заключаем ее во внешние скобки и только потом отправляем в процедуру построения новой формулы Рассмотрим теперь как вычислить логическое значение составного высказывания Если в формулу алгебры высказываний вместо пропозициональных переменных подставить конкретные высказывания соответственно То получится некоторое новое составное высказывание Оно называется конкретизацией формулы на выборе высказываний Как определить логическое значение полученного составного высказывания, если известно логические значения исходных высказываний? Прежде чем сформулировать в следующей теореме ответ на поставленный вопрос, ведем одно вспомогательное понятие Ранее отмечалось, что только логические значения высказываний, а не их содержание рассматриваются в алгебре высказываний Это дает возможность несколько упростить обозначение и терминологию Так, каждое ложное высказывание можно рассматривать как элемент 0, а каждое истинное, как элемент 1 двухэлементного множества 0 и 1, и писать вместо λ от p равно 0 или λ от p равно 1 лишь только p равно 0 или p равно 1 соответственно Далее, если формула при подстановке вместо ее пропозициональных переменных конкретных высказываний с логическими значениями λ превращается в высказывание с определенным логическим значением, то будем говорить, что формула принимает это значение, если ее переменные принимают данные значения соответственно, и писать как указано на слайде Для нахождения значения формулы нужно подставить в нее вместо пропозициональных переменных значения высказываний в полученном выражении последовательно проделать все действия с нулями и единицами, предписываемые правилами таблицы истинности операции из определений В результате получим 0 или 1 Полученное значение будем обозначать кратко и называть значением данной формулы на данном наборе нулей и единиц Например, вычислим значение формулы на наборе 0, 1, 1, получим 0 Логическое значение составного высказывания равно значению формулы на наборе логических значений составляющих высказываний Докажем утверждение методом полной математической индукции по числу символов логических операций, входящих в исходную формулу Если формула содержит 0 символов логических операций, то она представляет собой просто пропозициональную переменную, скажем x Здесь и в дальнейшем знак 3 горизонтальной черточки обозначает абсолютную тождественность двух формул, графическую одинаковость левой и правой частей Тогда доказываемое соотношение сводится к тривиальному равенству Если формула содержит лишь один символ логической операции, то она является одной из простейших формул В этих случаях доказываемое равенство есть одно из равенств вытекающих из определения формулы Предположим теперь, что утверждающиеся в теореме равенства верно для всех формул алгебры высказываний, содержащих не более k символов логических операций Докажем, что оно верно для формулы, содержащей k плюс 1 символов логических операций На основании определения формулы имеет один из известных видов, где f1, f2, некоторые формулы, каждая из которых содержит уже не более чем k символов логических операций Нужно провести доказательства для всех пяти случаев, но в силу принципиальной идентичности этих доказательств проделаем его, например, для случая конъюнкции Для этого просто вычислим логическое значение конъюнкции как конъюнкцию логических значений В проделанных вычислениях второе равенство основано на определении логической операции конъюнкции Третье равенство основано на предположении индукции о том, что для формулы f1 и f2 соотношение теоремы выполняется Наконец, четвертое равенство записано на основании выбора новой связки Аналогичным образом соотношение теоремы доказывается и во всех остальных случаях конструирования формулы из формул f1 и f2 Следовательно, утверждение теоремы верно для любой формулы алгебры высказываний Итак, здесь необходимо понять, что логическое значение составного высказывания по существу является значением некоторого логического выражения При некотором наборе конкретных значений всех входящих в него пропозициональных переменных При этом пропозициональные переменные могут принимать значение 0 или 1 Само выражение принимает значение 0 или 1, и вычисляется это значение в силу теоремы Посредством применения к значениям 0 и 1 предписываемых данным выражением логических действий Логические действия над величинами 0 и 1 выполняются по правилам, определяемым таблицами истинности этих действий Операции, отрицания конъюнкции, дизюнкции, импликации и эквивалентности Таким образом, мы фактически начинаем иметь дело с некой новой логической алгеброй, или алгеброй логики, которая как бы параллельно привычной к школьной алгебре Сравним компоненты этих двух алгебр с помощью следующей таблицы Аналогия со школьной алгеброй будет продолжена в дальнейшем при рассмотрении равносильных преобразований в алгебре логики А пока займемся составлением таблиц истинности для формул На основании теоремы можно для данной формулы алгебры высказываний найти логические значения всех тех высказываний, в которые формула превращается при подстановке вместо всех ее пропозициональных переменных различных конкретных высказываний При этом говорят о логическом значении этой формулы и о логических значениях и ее пропозициональных переменных При нахождении логических значений формулы, соответствующих всевозможным наборам значений ее пропозициональных переменных, удобной формой записи является табличная форма. Рассмотрим примеры. Составим таблицу истинности для формулы. В первых двух столбцах таблицы выпишем всевозможные пары логических значений, которые могут принимать пропозициональные переменные, точнее, те высказывания, которые могут быть подставлены в формулу вместо пропозициональных переменных. В последующих столбцах выписываем логические значения под формулу, образующих так называемую порождающую последовательность для данной формулы. Вуководствуемся при этом определениями логических операций импликации, дизюнкции. В результате получаем таблицу. Первые два столбца и последний столбец составленной таблицы задают соответствие между логическими значениями исходных высказываний и логическим значением составного высказывания, получаемого по данной формуле. Эти три столбца и образуют таблицу истинности данной формулы, остальные два столбца, для промежуточных логических значений, носят вспомогательный характер. Составим таблицу истинности для другой формулы, она содержит три пропозициональные переменные, для которых имеются точно восемь различных наборов значений истинности. Таблица истинности для рассматриваемой формулы вместе с промежуточными столбцами выглядит следующим образом. Таблицу истинности формулы можно составлять в сокращенном виде, составим, например, такую таблицу для формулы, в которой внешние скобки, согласно договоренности, пропущены. В первой строке таблицы выпишем данную формулу, под переменными выписываем всевозможные наборы их логических значений, далее столбец под первым знаком отрицания заполним логическими значениями формулы исходя из соответствующих значений отрицаемой переменной, а столбец под знаком конъюнкции, логическими значениями формулы содержащей конъюнкцию, исходя из соответствующих логических значений конъюнктов. Затем заполняем столбец под вторым знаком отрицания, значениями соответствующей формулы и столбец под знаком дизюнкции и ее значениями. Наконец заполняем столбец под знаком эквиваленции логическими значениями данной формулы. В итоге получаем заполненную таблицу, выделенные жирным шрифтом табулированные значения представляют собой столбец логических значений данной формулы. Практика составления довольно большого числа таблиц истинности есть наилучший способ прочно запомнить определение логических связок и довести до автоматизма выдачу значений любой из этих операций. Это знание необходимо для решения более содержательных задач алгебры высказываний. Попробуем теперь построить классификацию формул алгебры высказываний. Формулы алгебры высказываний подразделяются на следующие типы. Выполнимые тавтологии, опровержимые и тождественно ложные. Формула алгебры высказываний называется выполнимой, если некоторая ее конкретизация является истинным высказыванием, то есть существуют такие конкретные высказывания, которые, будучи подставленными в эту формулу вместо переменных, превращают ее в истинное высказывание. Таким образом, формула выполнима, если существуют такие конкретные высказывания, что логическое значение формулы равно единице. Выполнимой формулой является в частности формула, рассмотренная в первом и втором примере выше. Она превращается в истинное высказывание, если, например, вместо пропозициональных переменных подставить ложные высказывания. Выполнима также формула, конкретизация которой была рассмотрена в начале. Формула называется тавтологией, или тождественно истинной, если она превращается в истинное высказывание при всякой подстановке вместо переменных конкретных высказываний, то есть если ее логическое значение равно единице для любых высказываний. Формула из первого примера является тавтологией, для обозначения тавтологией используется специальный знак, который ставится перед формулой, являющейся тавтологией. Таким образом, запись формулы с этим знаком означает, что формула является тавтологией, в частности для первого примера использовалась эта запись. Формула называется опровержимой, если существуют такие конкретные высказывания, которые превращают данную формулу в ложное высказывание, то есть ее логическое значение равно нулю. Другими словами, опровержимые формулы – это формулы, не являющиеся тавтологиями. Опровержимой является формула, рассмотренная во втором примере. Она обращается в ложное высказывание лишь тогда, когда вместо всех переменных подставлены истинные высказывания. Формула в третьем примере также опровержима. Наконец, формула называется тождественно ложной, или противоречием, если ее логическое значение равно нулю для любых конкретных высказываний. Другими словами, тождественно ложные формулы – это такие формулы, которые не являются выполнимыми. Примеры формул различных типов приведены в задачнике. При решении задач на классификацию формул полезно отказаться от механического составления таблиц истинности и научиться решать их методом анализа структуры формулы и нахождение тех отдельных наборов значений переменных, в случае которых формула принимает определяющие значения, связаны ли мышление и математическая логика. В заключение следует отметить, что мы приступили к фундаментальному процессу исследования математическими методами такой сферы, как область человеческого мышления. Начало процессу математизации логики положено математизацией языка. Фактически построена своеобразная знаковая система, символический язык логики высказываний, с помощью которой можно попытаться отразить человеческую мысль и проследить оформление мыслительного процесса. Этот язык основывается на алфавите, состоящем из следующих символов, пропозициональных букв, символов логических операций, технических знаков, скобок. Словами построенного языка являются формулы логики высказываний. Предложения обычного родного языка могут быть переведены на символический язык логики высказываний, где они представляются формулами логики высказываний. Следует иметь в виду, что при таком переводе сохраняются логическое содержание, логическая структура предложения, но конечно же теряются его языковая красота и психологические оттенки. Формула представляет собой формальную последовательность знаков, составленную по строгим правилам, нарушения которых недопустимо. Такой перевод высказывания естественного языка на символический язык называется формализация. В частности, перевод высказывания на символический язык логики высказываний есть его формализация в рамках символической логики высказываний. Получаемая формула показывает способ соединения простых высказываний в составное при помощи логических союзов. Она представляет как бы в чистом виде логическую структуру составного высказывания Формула логики высказываний сама по себе не имеет никакого содержания В частности, она не является ни истинной, ни ложной Она превращается в высказывание истинное или ложное при всякой подстановке вместо всех ее пропозициональных переменных любых конкретных высказываний Такой процесс подстановки называется интерпретацией данной формулы алгебры высказываний Таким образом, имеются два взаимно обратных процесса, две процедуры формализация и интерпретация Если имеется формула высказывания и есть результат ее интерпретации, то сама формула будет формализовать высказывание Обратно, если имеется высказывание и формула есть его формализация, то высказывание будет одной из интерпретаций формулы Итак, формализация это переход от высказывания естественного языка к формуле логики высказываний а интерпретация это переход от формулы логики высказываний к высказыванию естественного языка. Таблица истинности или таблица значений формулы логики высказываний, это таблица, которая указывает логическое значение формулы при любой ее интерпретации. Осознание этих понятий исключительно важно на данном этапе, поскольку они являются ключевыми для изучения в дальнейшем более глубоких разделов математической логики. На данном этапе делается первый шаг на пути формализации, важнейшего метода математической логики.